здравствуйте дорогие радио слушатели доброго времени суток мы ведем наши программы из центра из радио центра sun gates и как всегда по вторникам у нас на связи анна ласточкина из таиланда ведический астролог добрый у вас наверное вечер они доброе времени суток здравствуйте дорогие радиослушатели здравствуйте рита здравствуйте у нас сегодня совершенно потрясающая тема особенно наверное для женщин может быть мужчины не так сильно интересуются как бы они интересуются они любят эту тему но они просто не открываются наверное так как открываются женщины для того чтобы задавать разные вопросы на эту тему а тема вообще на самом деле о партнерстве я и он или я или она и вот как это партнерство складывается как мы выбираем партнеров очень интересно а я думаю что у нас сегодня пройдет эфир на высоте и мы давай вся таки начнем с самого начала да я хотела почему эта тема я выбрала потому что это был как раз таки отзыв и обратная связь от тех слушать тех кто слушал предыдущую передачу и в основном все вопросы все среагировали на седьмой дом как там он седьмой дом гороскопа это дом партнерства я решила что можно провести сделать такую тоже передачу посвященную конкретно партнерству конкретно а тому как взаимодействие с партнерами как его найти какой нам нужен и нужен ли он нам как выбросать не бросать это часто это самые часто задаваемые вопросы на консультации вот поэтому об этом и передача ну вот и прекрасно спасибо нашим радиослушателям которые нас слушают и задают вопросы и вот так внимательно к этому всему относятся вообще внимательно относится к своей жизни ну что ж а зачем нам вообще выходить замуж вообще может быть не стоит может быть человек может прожить один и это нормально да давайте сначала начнем вот таких философских аспектов и как это потом перейдем гороскопу как-то отражается на гороскопе зачем вообще нужен партнер что такое партнер когда мы приходим в этот мир мы приходим сюда для определенной игры и потому что у нас есть задачи у нас какие-то желания есть для осуществления в этом мире и одно из правил этой игры в том что мы получаем определенное тело и определенную обусловленности определенные черты характера которые мы ассоциируем с собой то есть мы не можем быть всем сразу мы становимся кем-то отдельным когда рождаемся младенец когда появляется на свет у него вот это вот всеобъемлющее восприятие начинает распадаться на мелкие кусочки он постепенно начинает из материального мира на получать информацию получат как большим сразу большим количеством информация на него сваливается но потом у него развивается интеллект и этот интеллект что такое это умение разграничивать понятие то есть он вступает в игру под названием дуальность день ночь мама папа на хорошее плохое можно нельзя ему и вот так вот ребенок начинает развиваться и потом он осознает что он мальчик а не девочка девочка а не мальчик и мы постоянно находимся вот в этой дилемме кто мы на на какой на оси может сказать эта ось с двумя противоположными концами то есть мы начинаем мыслить дуально в противопоставлениях и это основная задача для развития личности найти себя найти свою личность в этом пространстве если мы ее нашли мы должны обозначить границы и вот таким образом что как-то связано с гороскопом когда мы рождаемся у нас есть восходящий градус то есть когда вот в наш момент рождения над восточным горизонтом восходит определенное созвездие вообще то определенный градус эклиптики и этот градус это не только созвездие это и накшатра это и там пада накшатр это еще это . это не созвездие огромное это . созвездие это можно сказать 30 градусов а это точка в пространстве и вот эта точка становится определяющей для нашего характера и эта точка нас таким образом вылавливает что мы начинаем себя ассоциировать с определенными качествами можно привести пример ну например возьмем самый первый знак первый вот овен да вот кто-то родился восходил овен и человек начинает себя ассоциировать с какими качествами напористость бескомпромиссность желание там свернуть горы пробить стену у него эти качества начинают в характере проявляться развиваются за счет этой обусловленности что он овен а на противоположном конце а в седьмом доме гороскопа но я остановилась на том что у нас есть некая противоположная точка которую мы вытесняем из себя мы вытесняем эти качества и ассоциируем эти качества с другими людьми и вот отсюда рождается тяга установить с кем-то контакт то есть мы получается что мы а поняли что мы нет цельная личность контакта на ли мы отношения устанавливаем исходя из того что мы не чувствуем своей целостности может и мы ассоциируем вот себя с какими-то одними качествами на этой оси пример например ну вот я не могу быть одновременно и мягкой и жесткой если я считаю себе мягкой значит жесткие это какие-то другие люди которые не мягкие если я я конечно могу быть в разное время ту мягкой ту жесткой но это разное время в один момент я не могу и чтобы установилась личность установился характер человек должен закрепиться в какой-то модели поведения и он закрепляется вот в течение взросления он закрепляется в определенном шаблоне и он так действует и исходя из того что он не целостный он ищет вторую половинку он так называет это моя половинка которая бы меня довела до целостности и вот эта тяга все время формирование отношений с любыми с товарищами сотрудниками со всеми с кем только он не встречается это все седьмой дом и вот самый главный персонаж на которого он выльет все проблемы рук это вот для женщины поиск супруга мужчины так же происходит ему нужен кто-то до целостности чтобы его довел и он начинает в отношения с женщинами потому что противоположность мужское женское да мы все время ищем это нормально противоположности то есть каждый человек в принципе играет свою роль какую-то свою роль и он хочет почувствовать целостность через партнера и чему учит нас это ось но на самом деле потом спустя какое-то время человек терпит разочарование в партнерстве ну как правило до всегда мы терпим разочарование в партнерстве даже если она успешно что бывает очень редко то есть разочарование приходит вот потому что наши ожидания не оправдывают себя мы возлагаем слишком большие надежды на партнера думаем что мы он обеспечит нам нашу целостность но этого не происходит в этом и заключается трюк считается ну вот вообще психологии да считается что человек может обрести свою целостность и свою личность когда его хотя бы кто-то один раз бросил и разбил его иллюзии и он пережил несчастную любовь и вот это вот первое взросление это переживание несчастной любви и когда тебя там бросает мальчик или девочка это очень полезная вещь и это учит человека доводить себя до состояния целостности вот когда нас бросают это самое что ни на есть лучший экзамен для души это лучшее что с нами могло произойти что нас лишили иллюзии что мы можем за счет кого-то жить и нам показали эти две протяженности нашей оси хорошо бы наверное если бы это происходило раньше в жизни более в раннем возрасте ну не очень очень ранним но чем раньше тем лучше тогда мы быстрее наверное можем научиться чему-то ну может быть да для кого-то это будет раньше для кого-то позже да но это выводит нас из вот этого шаблона который мы для себя усвоили потому что нас потому что мы не видим те качества которые мы вытесняем в партнера в себе вот когда мы влюбляемся в кого-то что мы делаем мы начинаем свои качества которые нам нравятся но которые мы кажется боимся выражать или считаем что мы их не можем иметь эти качества внутри себя мы начинаем как бы искать в партнере и вот такая девочка которая очень скромная вдруг начинает влюбляться в парня у которой ну не скромный да то есть он он такой вот общественный это значит что она несет в потенциале в себе эти качества но она их еще не выражает активно она их притягивает через партнера но она это то что ей в ней внутри нравится она не может просто так запасть себя вытеснила в партнера и она им восхищается она его любит влюбленность очень сильно закаляет душу и развивает душу и вот вообще нейрофизиологи говорят что влюбленность очень сильно интеллект развивает вот это вот чувство а что такое интеллект в гороскопе это пятый дом дом влюбленности то есть чем чаще мы влюбляемся чем чаще мы переживаем это состояние мы любим на самом деле не кого-то а себя себя через кого-то И мы начинаем познавать себя через другого человека. И когда ты долго живёшь в иллюзии, что это всё-таки тот человек, твой кумир, твой лучший, и вдруг тебе этот мальчик бросает, происходит трагедия, происходит возвращение к самой себе. И такое переживание ставит нас на ступеньку выше. Даже есть такая статья, читала в интернете, где-то, что высказывание мне понравилось, что когда тебе предали, это значит, тебя передали на другой уровень, на другой уровень развития. И ты встал на ступеньку выше через это предательство, то есть это передали. Значит, тебе больше этого не надо, ты можешь уже сам. Ты можешь уже сама эти же качества в себе развивать, видеть и любить. То есть самое лучшее — это не обижаться на этого человека, как можно быстрее простить и, наоборот, поблагодарить за то, что он это сделал. Ну да. Ну да, если это возможно так в двух словах сказать, на самом деле это трагедия для людей. Ну да, конечно, я понимаю, мы все это переживали. Каждый следующий кризис, он переживается, наверное, все-таки легче, быстрее. Он имеет те же стадии, но когда мы уже осознаем, для чего нам это дано, и мы видим свою цельность через другого человека, то мы быстрее выздоравливаем просто. Но никто не застрахован от большого количества этих кризисов. То есть от боли мы не застрахуемся. И никаким знанием, потому что мы сюда пришли переживать. Мы сюда пришли раскрывать чувства. И можно сколько угодно говорить, что я больше не влюблюсь, я знаю, что это такое, что это ось там 1.7 в гороскопе, и вот я там все для себя уже вычислила, какие у меня там комплементарные качества проявляются, что я притягиваю в партнера. Но приходит партнер, приходит любовь, и это все из этого гороскопа, конечно же, забывается, потому что нужны чувства. Нужны чувства, нужно для роста души, нужны чувства. Ну хорошо, мы готовы перейти к гороскопу и все-таки понять, что мы там можем увидеть и понять. Да? Или мы еще не готовы? Да, но мы готовы. Давай сделаем так, что мы посмотрим, какие бывают у нас, так сказать, паттерны взаимоотношений в зависимости от того, с какими осями мы рождаемся. Да, вот мы можем это обсудить. Да, да, да. То есть у нас всего получается 6 осей. Из чего они складываются? Из 12 знаков. 12 знаков, если мы их на пары разобьем, противостоящие друг другу знаки, это будет 6 осей таких отношений, мы их назовем, ось отношений. Ось 1.7. 1.7 – это если вы восходящий овен, а ваш седьмой дом – это весы будет. Напротив овна всегда стоят весы. То есть вы будете все время балансировать между двумя крайностями. С одной стороны, такой напористый человек, а с другой стороны, у вас есть также качество компромиссности, умение обтекать острые углы, умение договориться. Любой овен, он всегда в потенциале хороший коммуникатор, потому что он действует на вот этой оси. И он будет через партнеров искать таких соглашений, тех, кто с ним соглашается, тех, кто их поддерживает, отражает его активность. Но на самом деле он через этих партнеров постепенно и сам приобретает эти качества, становится целостным. И наоборот. То есть если восходящие весы, вы восходящие весы, то у вас есть предрасположенность формировать отношения с марсианскими типами. То есть с типом овен управляется Марсом, поэтому я говорю марсианские типы, а весы управляются Венерой. И вот ось весы овен и ось телец скорпион, это такие оси бурных страстей, можно их так назвать, потому что здесь два знака участвуют, которые управляются Марсом и Венерой. А Венера с Марсом образуют такое взаимодействие, как страсть, любвеобильность. Только в разных аспектах это будет проявляться на каждой оси. Вот ось 1.7, ось овен весы, это будет взаимодействие такого напористого Марса, напористости и желания пробить стену с такими качествами, как лавирование, соглашательство, компромиссы, сделки, бизнес. И умение найти общую точку, перейти к общей точке зрения, всё подвести под общий какой-то знаменатель. Если мы возьмём другую ось телец скорпион, там человек практичный, вот эта Венера, которая практичная, допустим, женщина восходящий телец, она очень практичная, она заземлённая, она ценит вкус, она ценит приятное, а всё равно тяготеет к формированию отношений с марсианскими типами через знак скорпиона. Противоположность телца — это скорпионы. То есть она притягивает военных, она притягивает людей, которые склонны к агрессии, она вытесняет из себя агрессию и представляется такой мягкой и наслаждающейся жизнью. Но вторая эта сторона даёт о себе знать, и мы хотим партнёра, который был бы достаточно мистичен, либо работал в таких сферах, которые связаны с опасностью. Это знак скорпиона. И таким образом происходит игра, опять-таки, между Марсом и Венерой на этой оси, и образуется вот такой союз. То есть ось — это основной паттерн и основная вот такая матрица, на которой уже происходит взаимодействие между двумя людьми. И тогда уж я скажу, в остальных осях стрелец и близнецы формируют ось. Они друг напротив друга стоят. И это ось философов-коммуникаторов. То есть они очень любят общаться друг с другом, такие люди. Если вы восходящие близнецы, вы коммуникаторы, вы привлекаете человека, который философ. Это мягкие оси. Там многое в отношениях можно решить за счёт обеговоров, да, что вы разговариваете, обсуждаете там и так далее. Кто-то, у кого-то... Следующая ось — это... Какие у нас ещё остались? Девы. Девы, да, девы, да. Дева рыбы. Дева практичная, рыбы расплывчатые. То есть они фантазийные, они утекают и так далее. И вот этот вот баланс... И надо здесь заметить, что мы ищем... Мне приходят на консультацию и спрашивают, с каким партнёром вы склонны формировать отношения. Но я всё время подчёркиваю, что это не ваш партнёр, это вы. Это вторая часть вас, которую вы из себя вытесняете, в себе не принимаете, но видите, это в партнёре. И вы не пеняете на партнёра, если что-то не так. То есть вы смотрите, это ваши реакции, вы просто через партнёра учитесь реагировать и работать с теми энергиями, которые вы не можете, с которыми работать внутри себя, то есть с собой ассоциировать. Вы просто работаете с ними же только через партнёра. И эта ось девы-рыба предполагает, что один человек очень практичный в этом браке, в этом союзе, а другой всё время уплывает в каких-то своих рассуждениях, фантазиях, либо он отсутствует, и его всё время второй партнёр заземляет. То есть это вот такая часто типичный паттерн бывает, что женщина, у которой дева, девы очень много в характере, и всё начинает приземлять. А приземлять своего партнёра, допустим, он слабый, у него слабые личностные характеристики, он начинает пить. Ну вот это вот на оси дева-рыбы часто такое происходит. То есть она не принимает в себе это умение расслабиться, и муж ей всё время эту расслабленность совсем в искажённом виде уже преподносит, что нельзя так жить. То есть она получает урок через это. А люди, родившиеся под одним и тем же знаком, могут создать такой нормальный, продуктивный союз, который выдержит все испытания? У нас такого же нет понятия, как под одним и тем же знаком, это редкость, когда, ну в смысле, что у них прям восходящий градус, один и тот же, мы представим себе, потому что даже в одном знаке уже будут какие-то расхождения за счёт анакшатр. Ну допустим, они очень близко друг к другу родились, вот у них основа личности одинаковая, то есть модели поведения одинаковые. Им сложно создать союз, потому что самые такие вот долгоиграющие союзы, они основаны на принципе комплементарности, то есть один другого дополняет. Возможно, у них будут другие позиции, там луны комплементарны друг к другу, то есть там можно найти другие. Но вот если лагны одинаковые, то есть восходящие знаки, то есть они больше как друзья, то есть они больше как люди, которые примерно... С похожими интересами, да, с похожими характерами. Ну только это неинтересно, нужно в гороскопе смотреть, что означает лагны, конкретно позиция вот этого градуса восходящего означает встроенную модель поведения и инстинктивные модели поведения. То есть как человек себе, вот вы поставите одного танцевать и другого танцевать, они будут танцевать примерно одинаково. Ну в смысле у них инстинктивно тело работает одинаково под воздействием одних и тех же энергий. Но интересы в гороскопе могут быть обусловлены совершенно другими позициями. Например, луна, да, луна, она очень большую роль играет в гороскопе, определяет интерес человека, внимание куда направлено, ум на чём сосредоточен. И луны могут быть разные. Таким людям может быть очень интересно, вместе они могут взаимодополнять по лунам. А инстинктивная модель поведения у них одинаковая. Но может быть это означает, что... Можно пофантазировать на счёт сексуальной совместимости, то ли она очень хорошая, то ли она наоборот, они отталкиваются друг от друга. Потому что когда вот эти импульсы одинаковые в тело встроены, то ли, может быть, одной тоже нравится, а может быть наоборот быть проблемой. Но это вопрос к сексологам. Как это действительно работает, когда одинаковая энергия обуславливает тело твоё, твою модель инстинктивного поведения. Так что несовместимых людей не бывает. Потому что мы настолько разные, у нас позиций много в гороскопе. Даже если какие-то совпадают, есть такая страшная сказка про то, что одинаковые луны — это запрет на брак. Но это не так. Люди с одинаковыми лунами прекрасно живут. У них другие позиции разные, а луны, они просто... Внимание у них на одном и том же сосредоточено. И есть тоже такое понятие, что по лунам можно определить, что у них там детей не будет. Но на самом деле дети не только от лун берутся. То есть там позиций много. Опять-таки от Лагны, от Лагнеша. То есть астрология — это сложная... Это серьёзная наука. А там сложное переписление энергии. И основываясь... Никогда нельзя сделать суждение, основываясь на одном параметре. И я сейчас пытаюсь рассказать просто такой общей модели, гороскопа, которая просто отражает нам вот этот закон, что мы комплементарно притягиваем в себе те же самые энергии, которые мы в себе отрицаем. И когда человек говорит о себе, о ком-то, он говорит всегда о себе. Есть тоже такой закон. То есть что бы мы ни говорили, что бы мы из себя не извлекали, мы говорим только о себе и только про себя. Если я пойду и скажу, вот это так-то, так-то действует плохо, он такой-сякой плохой, очень жестокий, это значит, что я таким образом показываю себе, что я таким образом сейчас в данный момент отрезок времени реагирую на жестокость. Я выстраиваю к этому отношения, я понимаю лучше себя, я начинаю понимать, что я бы так не делала. То есть я говорю только о себе, когда критикую чью-либо жестокость. И я могу бояться при этом проявлять жестокость сама. То есть я говорю об этом, что я вытесняю эту часть кого-то другого. То есть я не принимаю вот эту часть жестокой в себе. И жизнь мне покажешь, когда нужно проявить жестокость. То есть она мне даст шанс, если я буду кого-то долго хотеть критиковать за жестокость, она мне даст шанс оказаться в его одежде и проявить эту жестокость. Это закон. Да, вот так вот. То есть мы всё время исследуем пространство через отношения с другими людьми. А если мы хвалим кого-то, мы тоже хвалим себя, то есть свои какие-то положительные качества, которые подчеркнуть. Мы их не только подчеркиваем, если у нас их нет, мы их постепенно приобретаем, хваля другого человека. То есть говорить, вот она там такая красивая, умная, и без зависти просто подчеркивать эти качества в другом человеке, желать ему их развивать. Мы при этом автоматически развиваем эти качества в себе. То есть мы говорим только о себе. Если мы завидуем, то мы подчеркиваем, что у нас этих качеств нет. То есть мы как бы расписываемся, что у нас этих качеств нет и быть не может. И нам остается только завидовать. А завидовать — это значит желать, чтобы у того человека их не было. Это то же самое, что их критиковать. Значит, их не будет и у нас, да? Да, значит, их не будет и у нас, конечно же. А у нас будут проявляться такие качества, как страх. Ну, страх всё время сдерживает потенциал в карте. Ну, в карте я это уж как астролог говорю. Страх сдерживает потенциал в развитии личности, да? То есть в развитии души. Мы всё время чего-то боимся, боимся переступить через себя, исследовать новое пространство. То, что условлено нашими шаблонами. Но хорошая новость или хорошее такое положение вещей заключается в том, что мы всегда можем, у нас мозг пластичен. Вот эти все шаблоны, они у нас записались. У нас масса подгружённых программ, которые на нас действуют. Но мы постоянно, каждый день, каждую секунду можем их менять. Вот это вот интересный такой элемент этой игры «Свободная воля», что мы можем менять то, что происходит в нашей жизни, события в нашей жизни через отношения к ним, через то, к которым относимся. Поменяем отношения. То есть поменяли отношения к человеку. Всё выросли вместе с ним. Он вырос, и мы выросли. То есть вот это вот, когда мы встаём на сторону света, говоря таки, мы начинаем всё менять вдруг вокруг себя. Всё начинает меняться, расти в ту самую лучшую, то, что мы называем лучшую сторону. Но есть ещё такие вещи, что мы выстесняемся из себя демонов. Вот мы всё боимся, что мы какие-то демонические личности и вот что-то там с себя представляем. Этого тоже делать не стоит, потому что партнёрство нам это покажет. Если вы такая белая, пушистая, и считаете, что вы человек крайне возвышенный, обязательно мозг реагирует так. Мозг уже принимает решения за нас. Не мы им думаем, а он нами управляет. Ну это так. Кто потом не знал вдруг. То получается, что он вас притянет к брутальному, очень такому приземлённому человеку, и вы почему-то в него настолько сильно влюбитесь, что вы не сможете без него жить. Так работает вот эта ось. Как только мы пережали какой-то конец, вытеснили из себя плохие качества, посчитали, что мы супер-супер, вы встретите обязательно человека, которому он будет крайне симпатичен, и он будет не соответствовать. Что-то щёлкнет внутри, а он не соответствует этим идеалам, которые вы себе нарисовали. Вы просто в него влюбляетесь. Вот так работает наш мозг. То есть, в принципе, если девушка, женщина готова или познакомилась вот только, допустим, с парнем и хочет понять потенциально... Кстати, мы ещё не поговорили, я сейчас вспомнила о кармическом партнёрстве. Что же это такое? Давай вот немножко на эту тему. Да, хорошо. Кармическое партнёрство. Такой сложный такой термин, покрытый мистикой. Предполагается, что мы здесь не первую жизнь проживаем. И что у нас есть уже какие-то связи наработанные, и у нас есть программы, встроенные в нас, родовые, которые тянутся из поколения в поколение. И есть такая ось Рахукету в гороскопе, которая связана с нашим прошлым и будущим. И вот здесь вот партнёр-пакету, который у нас в гороскопе идентифицируется, он может быть назван кармическим партнёром. То есть это значит партнёр, который приходит в результате того, что наш мозг выбирает уже что-то знакомое. Вот из этой окружающей обстановки он реагирует на что-то очень знакомое. А на какую-то энергию, вибрацию в этом человеке вы не понимаете, почему вы к нему притягиваетесь. Вы притягиваетесь за счёт прошлой самскор, того, что вам вот эта энергия очень нравится. Вы помните, и вы помните, что у вас там есть долг. Кету всегда означает долг, как бонус, талант, так и долг из прошлого. Какой это может быть долг? Вы что-то должны человеку. То есть у вас к нему было прежде какое-то партнёрство, это партнёрство было неудовлетворительным. То есть вы не довели его до того, чтобы оно иссякло, скажем. Может быть, это было очень хорошее партнёрство. Нас привязывает не только негативная карма, нас привязывает и позитивная. Хотя вообще нет такого понятия, как негативная и позитивная карма. Есть просто карма. Карма — это просто закон, причина-следственная связь. То есть это могло быть что-то приятное, а могло быть что-то неприятное. Но это в один момент щёлкнуло в вас, и вы среагировали на эту энергию. И вы с этим партнёром быстро сошлись, и он с вами. Вы притянулись за счёт каких-то прошлых впечатлений друг к другу. И вы живёте вместе, живёте. И эта карма, любая карма истощается. То есть истощается, то есть вы наслаждаетесь. В начале отношений вы очень сильно наслаждаетесь, потому что, ой, это самая заветная встреча, вы где-то себе поставили там заметку, что мы должны встретиться. И наслаждаемся быстро. Потом происходят какие-то вещи, вдруг ни с того ни с сего. В этом что-то у вас реализуется, какая-то карма там скрывается, либо ссора на пустом месте. И вы хотите разойтись. И в таком состоянии часто приходят на консультацию. У кого есть эти кармические браки, очень много на самом деле, их больше, чем мы могли бы себе представить, потому что мы встречаемся с людьми по прошлому, по прошлой нашему. Потому что у всех какая-то есть уникальная история, которую можно рассказать астрологу, психологу, как я познакомилась со своим мужем. Это может быть совершенно какая-то необычная история, что мы там раз-раз и всё, вдруг сошлись. И возникает момент, когда люди чувствуют, а нам нечего больше вместе делать. У них как-то мы отношения исчерпали себя. Да, отношения исчерпали себя. И нужно поэтому искать какие-то либо новые точки соприкосновения. Они, конечно, образуются уже в течение жизни, но даже за все 2-3 года. Обычно 2-3 года, 2-3, и всё, уже кончается вот эта связь, связь, которая по кету организуется, реализуется. И что, либо искать новые точки соприкосновения, либо расходиться. Ну, там уже зависит от того, кто в какой позиции стоит. То есть, кто на какой ступени стоит эволюция. И бывает, что женщина приходит, но от мужа идёт сплошное насилие. Конечно, в таком ключе можно только давать рекомендации, как свои границы выставить. То есть, вы сначала разойдитесь, вы поймите, почему такое происходит, почему вообще ваши границы на данный момент настолько сильно нарушаются, что вы просто подвергаетесь психологическому, физическому насилию. То есть, это, конечно, должно быть… Нужно сначала собой заняться, себя довести до какого-то нормального состояния, прежде чем думать о возобновлении или продолжении партнёрства с этим человеком. То есть, бывают очень разные ситуации. Вот кармическое партнёрство – это всегда сложный какой-то вариант. Либо ещё, знаете, такой вариант невроза психического, психологического, когда у женщины есть потребность испытывать эмоции, а эти эмоции деструктивные. То есть, она может… А если она их не будет испытывать, то она не знает, зачем ей жить, потому что хоть какие-то надо испытывать эмоции. И вот эта вот привязка к партнёру, как к источнику хотя бы каких-то эмоций, она имеет место быть. И очень часто вот этот невроз, который мы переводим, вроде «хочу бросить, но не могу», потому что, если я брошу, мне не с кем будет жить. Или вот это вот представление… Как же я буду одна, да? Да, я буду одна, никто больше не придёт ко мне. И вот это очень… Вот этот страх, вот этот невроз, он заставляет жить долго в отношениях. И это можно тоже назвать кармическими отношениями, но вы сами строите свою жизнь. Это ваша личная… Ну вот, и вы причинно-следственные цепочки, сейчас за них ответственны. Если вы не будете выстроить границы сейчас, то это и ваша ответственность, а не то, что он там вас обижает. То есть получается, что нужно вдохновлять, вдохновлять на что-то, на то, чтобы человек стал целостным, нашёл себя, понял причину своего невроза, заглянул в детство, откуда он образовался, потому что разрешали только жить, может быть, негативными эмоциями. И это всё перенеслось на партнёрство. Вот. Да, очень интересно, спасибо, Ваня. Ваня, на самом деле это всё-таки общие слова, то, что мы сейчас… о том, о чём мы сейчас говорим, это какие-то общие понятия, а самый лучший вариант – это, конечно, сделать свою личную карту и увидеть, что там конкретно в седьмом доме, и что ожидает. Ну, что там будет показано? Там будет показано, к каким отношениям, к какому типу супружества у вас будет склонность. Там ещё можно заглянуть в дробные карты, посмотреть родовые программы, посмотреть, как вы… какой урок вы хотите пройти через партнёрство, какой урок получить. И задают ещё такой вопрос, а сколько у меня будет браков, который тоже может. Ну, меня ставит в тупик, да, потому что это… Можно посмотреть, конечно, астрологически сдерживающие факторы есть, которые способствуют тому, что брак будет длинным. Это влияние Сатурна на седьмой дом, на его хозяина, это определённые какие-то там комбинации, но часто так… это длинный брак не означает счастливый. Я говорю вам, длинный и единственный, это не означает счастливый. Вы можете держать, Сатурн вас не будет пускать, разорвать эти отношения, просто вы будете сидеть в жертве. И будете находиться в иллюзии, опять-таки питаться этими негативными эмоциями, потому что других эмоций себе позволить не можете. Поэтому вот гнаться просто за единственным браком тоже смысла нет. Смысл есть гнаться, не гнаться, а выстраивать целостную себя. И когда я спрошу, за кого мне выходить замуж, я всё время говорю, надо сначала выйти замуж за саму себя. И как это сделать, я могу показать по гороскопу, принять, какие свои качества нужно, прежде чем думать о том, чтобы нагрузить этими качествами партнёра и от него их ожидать. По-моему, это самый-самый-самый замечательный совет. То есть понять, какие качества тебе нужно развить в себе, чтобы чувствовать счастливым самим собой. А потом уже найти партнёра, который уже будет соответствовать. Ну что же, совершенно очень интересно. Спасибо большое, Аня. И я думаю, что мы в принципе можем продолжить следующий вторник, потому что тема очень обширная. Ну, опять же, можно нас слушать в записи, найти записи на Ютубе, на Фейсбуке. Они будут выставлены очень быстро, я думаю, может быть, даже уже сегодня. И слушайте нас. Слушайте нас на всех каналах, обращайтесь к нам с вопросами на Skype, SunGate 1.08, и будем общаться. Опять же, присылайте нам вопросы. Мы с удовольствием, Аня, с удовольствием, да, правда, я отвечаю за тебя? Я приветствую очень вопросы, потому что они дают мне идею, что можно рассказать в следующей передаче. Потому что вот когда есть какая-то обратная связь, понятно, становится понятно, что интересует вас. И я рада буду подготовить следующий материал какой-то, о чём-то поговорить. Спасибо большое. Ну что ж, мы прощаемся сегодня с Аней. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Слушайте нас в эфире радиоцентра SunGate. До свидания, всего доброго. И любите друг друга. Конечно же. Всего доброго, спасибо. Спасибо.